Я приветствую вас, мои дорогие! И вчера среди моих подписчиков прозвучала такая тема и такой вопрос, есть ли у меня наставники. Я очень благодарна за то, какие вы задаете глубокие мне вопросы. Меня это поистине восхищает в вас. И я написала об этом пост, но я решила дораскрыть эту тему здесь. Так что давайте начнём. С вами Анна Лещенко. И вы на моём канале, который создан, делится с вами моими чувствами, эмоциями, знаниями, опытом. И сегодня поистине будет такое очень откровенное, глубокое для меня видео. Так вот, когда я себе озвучила этот вопрос, в глубине меня возник сразу же ответ, что моим наставником поистине является Творец, в моём понимании этого слова, который со мной общается через совершенно различные инструменты. Это могут быть мои же клиенты во время проведения тета-сессии, когда я являюсь исключительно проводником информации, и когда через меня приходят такие невероятные откровения, которые я передаю людям. Но это откровения идут не только, я осознаю, что они не только для них, но часть этих откровений беру и я сама же для себя. Знания приходят в тот момент, когда я провожу практику, провожу женские энергетические практики, потому что я сонастраиваюсь с группой и вступаю в какой-то невероятный поток. И те вещи, которые ко мне приходят, и те слова, которые ко мне приходят, я понимают, что очень часто они не всегда мои. Это точно так же, как такая информация, которая просто льётся через меня. Это те же самые знания, которые ко мне просто приходят от Творца до мне. Так как, на мой взгляд, я получаю Знания, это, знаете, как отовсюду, да, когда я беру в руки тот или иной минерал, я знаю, что этот минерал передаёт мне свою мудрость. Общаясь с растениями и находясь в потоке тех или иных растений, я получаю мудрость от них, от животных, от своего ребёнка, у которого я постоянно учусь. У меня, мне очень многому есть чему учиться именно у Него, и я понимаю, почему именно Он пришёл ко мне в мою жизнь, чему я бесконечно благодарна. И каждый день благодарю Творца за это. Я считаю, что, знаете, как Знания я получаю не только через учителей и мудрецов, которые, конечно же, приходят в мою жизнь, они и приходили, и продолжают приходить, но они не всегда выглядят, как в привычном понимании большинства людей, как должен выглядеть наставник, да. А это очень часто совершенно обычные люди, но они могут произнести какую-то такую мудрость, которая до глубины Души войдёт в моё сердце и которая может настолько разительно поменять. И вот, знаете, это как что-то внутри тебя щёлкнет, какое-то внутреннее озарение произойдёт. И сказать, что это не твой наставник, у меня язык не повернётся, понимаете. Моим наставником я считаю свою семью и особенно своего папу, который особенно в период такого юношества, я до сих пор помню его фразы, его мысли на тот или иной счёт взгляд, которые до сих пор остались во мне, и они заложили какую-то основу моего мировоззрения. Поэтому, наверное, знаете, как будет правильно сказать, да, когда мы говорим про наставников, наставника, чаще всего люди подразумевают под этим понятием, что это какое-то одно течение, это какое-то одно следование, да, одному какому-то пути, одному какому-то взгляду. Это не совсем, и, наверное, это полностью не про меня, потому что мой путь — это раскрытие моей внутренней сути, потому что она индивидуальна. Я это знаю, и мне очень-очень в этом помогает Творец. Просто он мне даёт множество инструментов, множество инструментов. А я уже считываю эти инструменты, а инструменты я вам перечислила, да, какие. Это и люди, это и растительный мир, и животные, мир минералов, это и звуки, и вибрации, и энергии. А я уже это всё пропускаю через своё чувствование, через свои эмоции, и сонастраиваюсь через свои ощущения. И получается, это знаете, как когда мы берём разную информацию и чувствуем, она работает или нет. И выбираем среди множества всего, берём благо, но так или иначе идём своим путём. Вот у меня так. Вот. И вы знаете, до этого вопроса, пока он вчера вечером не прозвучал, я на самом деле и не задумывалась над этим, есть ли у меня наставники. Вот. Поэтому я ещё раз хочу выразить огромную-огромную благодарность вам, потому что вы заставили меня прям глубоко-глубоко глубоко войти в состояние и посмотреть, посмотреть, а есть ли он. Да. А есть ли он. Он есть. Он есть. Вот. Я вам очень благодарна. И благодарна за то, что с каждым видео я становлюсь к вам ещё более откровенно, ещё более искренне и открыто. Со всей любовью в сердце. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok